Здравствуйте! Сегодня в этом ролике мы поговорим с вами о садовой землянике, или как мы чаще всего называем клубника, о том, чтобы весной иметь хороший урожай крупных ароматных ягод. Что необходимо сделать осенью с этой культурой? Не забываем, значит, что для того, чтобы садовая земляника хорошо росла, самое первое, что необходимо сделать, это ее выполнить на зиму. Почему необходимо выполнить на зиму? Если с осени не удалить все сорняки, весной они окрепнут и просто-напросто заглушат нашу культуру, потому что почва будет грасть, будет не улезть, а сорняки будут расти и будут забирать питание у нашей любимицы. Следующее, что необходимо сделать, для того, чтобы она сейчас закладывает уже бутоны, закладываются бутоны и, соответственно, формируется урожай будущего года, поэтому необходимо подкормить. Подкармливаем ее сложным минеральным удобрением из расчета 30-40 грамм на 1 метр квадратный. Но для того, чтобы оно действовало, значит, почву предварительно между родами мы рыхлим и засыпаем туда удобрение. Зимостойкость нашей садовой земляники мы будем укреплять с помощью золы. Литровая банка золы на 10 литров воды разбавили и вот именно там, где сыпали удобрение, проливаем золой. Эти мероприятия, что мы сделали, подкормки удобрениями золой, значит, они позволят нас цветоносным окрепнуть и на следующий год порадовать нас хорошими ягодами. Но дальше она может иметь еще усы, поэтому эти усы мы точно так же удаляем. Почему? Усы истощают наше растение и урожай будет, конечно, будет больше, может быть, но ягоды будут мельче. Поэтому удаляем усы, обязательно наши садовые земляники. Ну и вот самое интересное, что как бы сделаем мероприятие многие и на этом останавливаются. Но останавливаются, считаю, что уже они садовые земляники дали все, что хотят. Потом приходит весна, садовые земляники начинают отрастать, а потом резко начинают засыхать. От чего это происходит? Многие просто не обращают внимания, что садовые земляники, отрастающие эти побеги маленькие, называются рожки. Так вот, эти рожки каждый год поднимаются все выше, выше, выше. И наступает такой момент, обычно это на третьем году жизни, что эти рожки поднимаются над уровнем почвы. И вот весенние заморозки, и начинают, перемены резких колебаний температур, приводят к тому, что рожки начинают отмирать. И наша земляника садовая, которая хорошо перезимовала, вроде весной вся живая, начинает резко погибать. А меры необходимо принимать, что с осени. Самое простое, за что ваша земляника ответит вам хорошим урожаем, за вашу заботу, значит, кроме удобрений, мы обязательно ее будем подсыпать перегной. Под каждое растение подсыплем перегной. Слой перегноя где-то 5 сантиметров. Это что дает перегной? Во-первых, это дополнительное питание наших растений. Второе, зашито вот этих рожков побегов земляники от вымерзания. А весной от перегрева и колебания температур. В этом случае, ваша земляника не пропадет ни весной, ни осенью. Она будет крепкая, будет коренастая, и будет радовать вас хорошим урожаем. Ну, а зола для нашей земляники почему еще необходима? Потому что на садовой землянике бывает нематода. А вот нематода как бы не очень любит шелочные почвы. На шелочных почвах она живет плохо, поэтому ваша будет зола, действия как и природная зашито вашей садовой земляники. Конечно, эта зашито вашей садовой земляники, уход будет неполным, если не обеззаразить ваши растения. Что мы сделаем в качестве обеззараживания? В качестве обеззараживания мы сделаем такую смесь. Возьмем гриб метеорезиум, 100 мл на 10 л воды и берем седную палочку или триходерму, потому что действие практически одинаковое. Тоже вот эту смесь мы смешиваем и желательно пролить нашу садовую землянику. Особенно стараться, чтобы попадала на кустики. Значит, это будет обеззараживать наши кустики, они будут чистые и от болезней, и от вредителей. И поэтому на следующий год нам не придется выбрасывать гнилые ягоды. На своем участке я выращиваю несколько сортов садовой земляники. Наши сорта есть как ремонтантные, так и сорта однократно подносящие. Ну, своего опыта я заметил, что ремонтантные сорта дают урожай где-то на недельку раньше, чем обычные сорта. Ну и, соответственно, есть сорта, как та же королева Елизавета, которые нейтральны на длину дня. То есть, чтобы вы понимали, есть сорта садовой земляники ремонтантные, нейтральны на длину дня. То есть день короткий, длинный, они дают до самой осени урожай. А есть сорта ремонтантные земляники, которые могут дать одну волну урожая, и слабее дадут вторую волну урожая в июле. Все, в августе они уже плодить не будут. Поэтому, покупая как бы новый сорт, любой, как бы он красиво не назывался, и как бы не была хорошая характеристика сорта, что крупная ягода, устойчивость к болезням, обращайте внимание, какая реакция этого сорта на длину дня. Сорта, которые будут реагировать на длину дня, не всегда подходят до наших условий. Сорта, которые нейтральны к световому дню, они подают прекрасно. Все клубники или земляники садовые, как правильно называть, которые мы будем высаживать на своем участке, они как бы более способны к длинному дню. Поэтому их смело высаживайте, однократно плодоносящие сорта, высаживайте любые. Тут все, от чего зависит от вашего вкуса. Нравится вам коническая ягода, шаровидная ягода, черная ягода, светлая ягода, или с какими-то белыми пятнышками, и сортов очень много. Вы можете не только купить готовую рассаду, но и вырастить ее из семян. Поэтому желаю вам удачи в этом деле, выбрать хорошие сорта для своего участка, которые будут ежегодно радовать вас богатым урожаем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова